друзья всем добрый день добрый день сегодня я вас буду угощать чебуреками для начала мы провал промололи фарш и фарш здесь у меня наполовину свинина и лосятинка друзья значит для теста мы берем 450 грамм мучки просеянной конечно высший сорт берем 250 грамм миллилитров кипятка горячего чайную ложечку но я вот возьму адыгейской солькой мне почему-то очень нравится и готовите по тесту беру вот такую размешаю кипяточек делаю серединке ямочку и добавляю кипяток и сразу замешиваю не бойтесь друзья тесто будет хорошие послушное заварное а еще чтобы чебуречки наши были хрустящие мы добавим 2 столовые ложки можно даже 3 но я добавлю 2 водочки можно коньячка у кого что я добавлю водку специально для этого вот эту маленькую 50 граммовую держу бутылочку чтобы нам сделать вкусное хрустящее тесто значит сейчас мы сначала ложечкой а потом руками потому что это горячо ну что вот друзья мы вымешали тесто она немножечко слегка липнет к рукам но это хорошо если вы возьмете те пропорции которые я вам говорю 450 муки 1 чайная ложечка соли 250 кипятка две столовые ложки водки но можно и без водки вот тесто получится вот такое всегда у вас получится никогда вы его не испортите а сейчас мы его положим в пакетик и уберем в холодильник это как минимум минут на 30 ну что друзья а сейчас мы приготовим фарш для чебуреков значит берем мы 400 грамм смешанного фарша я вам уже как говорила здесь лосятина и свинина берем 300 350 грамм лука я его перемолола в блендере значит добавим зеленушки у меня замороженный укропчик далее чайная ложечка сухого чесночка чайная ложечка зиры пол чайной ложечки перца чайная ложечка соли все это мы смешаем добавим и все хорошо хорошо перемешаем посмотрим как по состоянию наш фарш будет так ну что друзья мы все перемешали я еще добавила сюда 50 миллилитров 50 миллилитров холодного кипятка либо воды вот добавьте чтобы фарш и все-таки наш был сочненький а будущем чтобы сочненькие были чебуреки ну и теперь мы в контакт прикроем пленочкой фарш и дадим ему отдохнуть чтобы он настоялся конечно перед этим мы предварительно его хорошо отбили но дальше будем готовить когда все у нас настоится подойдет когда наше тесто постоит фаршик будем жарить чебуречки ну что друзья мои тесто отдохнула фаршик у нас отдохнул мы взяли коврик при плели его немножечко мучкой и тесто вот такой делим на половиночку и каждую часть будем делить где-то примерно каждую часть на восемь равных частей сделаем кругленькую штучку закроем пленочкой и будем лепить чебуречки берем фарша где-то наверно столовую ложку мы любим чтобы начинки у нас было много где-то примерно вот так вот распределяем посерединочки и закрываем хорошо хорошо плотненько закрываем в это время мы уже поставили казанчик налили туда масло масло где-то 700 800 грамм наливаю так вот закрепляю вилочкой потому что у меня нет вот такой машинки что-то примерно вот такой у нас получается чебуречек ну я сразу два сделаю чтобы мне в кастрюльку ну что друзья масло у нас разогрелось и потихонечку от себя отправляем жарить чебуречки где-то минутки по 3-4 с каждой стороны ну вот друзья вот там они жарятся наши красавцы видите какие тесто очень хорошие упругая ничего не разрывается ничего у нас не дымит ничего у нас не скворчит так что будем скоро пробовать чебуречки вкусные хрустящие а вкуснятина у меня муж как любит да я и сама-то не против лиса алиса друзья ну вот наши две штучки первые уже готовы смотрите вот чуть-чуть чуть-чуть но не треснул выдержал хулиган а друзья выпускаем воздух чтобы у нас ничего не треснуло и теперь пальчиками по кругу вот так защипываем выпуская воздух и все хорошо наши пирожки будут готовы ну что друзья мы закатываем последний чебуречек вот видите у нас миска пустая все у нас как раз мы угадали все вовремя ой вовремя все то есть нам хватило этого фарша по столовой ложечке ровно шестнадцать чебуречка ну что вот такая править получилось у нас